Игорь Валерьевич, в прошлом сезоне и в этом чемпионате после ярких матчей с лидерами, получается, не самые яркие с интердогами, если так можно выразиться. Как с этим бороться и вообще в чем причина? Почему? Не обесценивает ли это вообще победа на НСК? Ну, вы сами ответили, что обесценивает. Привет! Хоккеисты Локомотива сделали из вратаря Сочи 3К. Но мы рады за Максима. Он отразил 41 бросок и позволил команде вернуть уверенность в своих силах. Торпеда недолго оставалась без партнера ВХЛ. Новое соглашение достигнуто с Тульским АКМ. А в КХЛ новый, но ожидаемый трансфер. Матвей Мечков возвращается в Сочи. Нападающего снова отдают в аренду в Южный клуб. И это идеальное решение вопроса для всех трех сторон. Питерс сейчас в сложном положении. Тренер хочет максимальной отдачи от хоккеистов. А Матвей то ли хуже набирает форму, то ли не справляется с требованиями. Но форвард прекратил попадать в состав команды. В этом чемпионате он только раз появился на льду, провел 6 минут и ничем не запомнился. Уже даже возникали вопросы, готов ли Матвей играть на таком уровне. Но в Сочи уговорили отдать хоккеиста им. Да, с городом у форварда связаны неприятные ассоциации из-за трагического случая с отцом. Но тут уж надо выбирать, сидеть в запасе или выступать в ВХЛ, либо получить много игрового времени и полное доверие со стороны тренецкого штаба. Плюс отсутствие давления. Тем более уже драфт в НХЛ прошел и волноваться нечего. Сочинцам такой хоккеист нужен. Если Мечков в хорошей форме, то он легко решит проблему первого звена и атаки. А если не потянет? Что ж, не всем удавалось перейти на взрослый уровень. Но вряд ли стоит рассматривать вариант, при котором Матвей окажется, например, в Ростове. Еще бы Бученникова Сочи отдали. Авангард был унижен на своей площадке Амуром 1-5. Но каков Андрей Мартимьянов, главный тренер Хабаровского клуба? Как он сумел восстановить команду после неудачи в Тольятти? Нефтехимик обыграл автомобилист 1-0 и одержал первую победу в чемпионате. Но самое интересное событие случилось не на льду, в Челябинске. Главный тренер команды Анвар Гатиатурин покинул совет директоров клуба. Появление тренера в этом органе вообще нарушало все в системе челябинцев. Тренеры не должны находиться в управлении. Нарушают баланс. Налицо конфликт интересов. Но Гатиатурин попал туда в сложный момент. После того, как при прежнем руководстве команда не попала в плей-офф, нужно было что-то менять. А тренер рассматривался как спаситель. Но этого хватило лишь на один сезон. В прошлом чемпионате челябинцы не попали в плей-офф, а главного было практически невозможно уволить. В итоге все вернулось в прежнее русло. Это совсем не значит, что в Челябинске непременно поменяют тренера. Нет, пока к команде Гатиатурину мало претензий. Не все идеально, но проблема решаемая. Просто тренер должен думать только о своих хоккеистах, работать на льду, а не решать системные проблемы. При этом точно Коновару будут прислушиваться. Его мнение остается важным. Но лишь по хоккейным вопросам. Как зарабатывать трактору, какие деньги выделять на бюджет и какие платить зарплаты, тренер решать не должен. Стало больше порядка. Салават Юлаев опять вернулся в прежнее русло. Команда в грустном матче уступила Металлургу 1-2. Все, что обещали про красивый хоккей, забыто. И последнее СКА о споре с второй штраф Романа Ротенберга, который он получил после игры с локомотивом. Помните, сообщил о судейской ошибке, мол, арбитры перед ним извинились. Но это уже второе наказание Ротенберга. И новые 300 тысяч отдавать не хочется. У апелляции нет шансов, но зато какой богатый фуршет будет на закрытии сезона. Я уже предвкушаю. До свидания. Пацаны, сейчас будет немного эмоциональная речь с моей стороны. Я три года ждал фуршанса. Три года. С разными тренерами мне не получалось, не давали мне дебютировать. Спасибо большое сегодня вам за эту игру. Как вы сегодня играли, это просто было бесподобно. Спасибо Тайверскому штабу, что доверили мне. Для меня это очень важно. Спасибо, мне приятно, что вы мне доверили. Всех с победой, идем дальше.